Приехал командир Таликов, применяйте Mostツалю к Юрию. Вы-то не физическое. Служебные комиссию. Серьёзного комиссия применяю. Служебное помещение меня толкнуло. Допустите моего представителя. Вы видите его защитник. Допустите в суде будете представить. Допустите... Вы не применяйте меня, силуScript-нито! Вы кто? Представитесь. Представьтесь, кому вы представляете? Не применяйте меня ко мне силу. Вы что делаете? Вы что творите? Что это такое? На основании. Кто это такой? Он мне не представил! он мне не представь почему я дергал рюкзак рвал кто вы такой не трогай меня представьте предъявить законные требования законные требования что это такое вызвать в полицию кто это такой основание чего физически сил применяется выйдет представьтесь я законные кому вы представили законы законные требования если данное видео там что-то уже не то о чем театр начать с вешалки нет я защитников говорят никого не пустят как я как-то так а у меня заявление на халикова так мы защитники все детелей отказывайся от адвоката и все оставайся без защиты тебя оставляют отказывайся от меня почему вы не это не создаете кто вам такое сказал вы знаете что у нас производство является согласным по делу открытым они в уэсбф прокуратуру давайте прокуратура вот это в каких случаях если государственная тайна несовершеннолетняя пиши пиши все давайте еще раз мы получим ответ если уже получен три раза заседание неправильное три раза уже получен ответ пиши не надо им подсказывать вы пойдете в следственный комитет пиши все вот здесь рядом любые органы будут заниматься пусть учат свои правила а вы уходите возможно пошли я возможно вернусь пошли не надо им подсказывать пойдем паспорт ты забрал да забрал а он придет туда я не знаю я не знаю хотел писать заявление а он просто любит я еще вернусь не переживайте вы пройдите напишите заявление я без вас разберусь уже подследственность изменилась мне кажется наследственный комитет зря зря пойдем пойдем симпатичная ну хоть это радует позоришь они полиция детский сад что на лямках проходите что это диктофон постоянно готов к расстрелу граждан здесь диктофон у человека как страшно не страшно еще у тебя есть фунт прописано в инструкции номер 34 вопросы руководству задаваться не мне а если а если там будет пункт расстреливать граждан будете его исполнять например допустим может она по очереди один подержит они так по очереди да нет они все заявления пишут если бы вы помогли своему коллеге очередь выдвигалась быстрее своему коллеге он не справляется с работой данный коллега на своем посту я на своем посту каждый занимается своим постарте дружеское какое дружеское плечо у меня это не написано в законосных инструкциях да да что я сотрудник директорной части таком основании вы не разрешаете скажите в соответствии с законом в соответствии с тем а то начальник приказал начальник прикажет на бутылку меня посадить вот здесь она тоже это сделает или что тоже сделает почувствовать конечно потому что надо же на пенсию выйти за выскугу лет а то слушаюсь уволят придется работать как все здравствуйте здравствуйте приглашаем вас для облака для жертвов а зрители наши какие зрители у нас уже не концерт и не можем слушай у нас нет никакого а что вам есть что скрывать нам нечего скрывать ну тогда мы пойдем тем более мы допущены как представители в чем проблема вы представитель представитель какая вопрос элипт вы нам защитник у защитника есть ордер все где у них есть ордер вот сейчас будет написано сейчас за год уже пишет давайте без затяжки проходим пожалуй надо было приходить что у вас было на этом время все вы четыре дня проходите вы идете напишите заявление пройдемте там напишите я не променяю здесь у нас же классная все согласен сейчас напишем заявление запишите ну и все ну господи сейчас напишут человеку под пешкативным делам образовательное соответствие подпорта сотрудникам ваших адвокатских кабинетов? 16 недель, еще раз объясню. Трудовые договоры с адвокатом должно быть. По административным делам нет. Нет. Хорошо, я сейчас консультирую своего клиента, как это все делается. Сейчас я пишу, я вам продиктую. Напишите, ходатайся на допуске защитников. А вы как адвокат должны знать, что затягивание процесса, это называется неуважительное... Применение своими правами. Да-да-да, у нас пяже и Ленина. А, я же не подъявляюсь в эти права, я, значит, не имею права со своими правами. Можете, своими можете. Ну все, я пользуюсь своими правами. Так что ты пользуешься. Так в этом весь и момент, почему мы задержались. Потому что на пропадной говорили совершенно обратно. У меня вопрос, как вы инструктируете своих подчиненных. Почему они не исполняют ваши приказания, ссылаясь. Как раз-таки где капитан? Куда она ушла? Она ссылается на приказ своего уже стоящего мачальства. То есть вы сейчас говорите совершенно другое. Уже можно снимать. Что снимать можно? Ну хватит, давайте снимать. Снимать можно только с разрешения руководителя отдела. У вас оно есть? То. Я как бы у вас не работаю. Завислили, да? То есть вот этот информационный стенд я могу только снимать с разрешения вашего руководителя. Вы называете съемку в отделе производства за разрешение? Это вы на 11-й приказ для экспозиции. Это фойе. Фойе дежурная часть, я так понимаю. Где граждане подают заявление. Что вы говорите? Это фойе, что у меня часть, где граждане подают заявление. Вот этот информационный стенд для кого? Для вас. Снимаем. Для нас. Разрешение мне на это требуется? Нет. Нет? Вы минуту назад сказали да. Соответственно, законы для ИНИ права сна. Смотрите, виталий или нет? Да, снимай. С помощью фото-видео фитнеса, снимаем, да? Да. Фото-видео. Видел. Вопрос у жаблеров в том, что ваши подчиненные... Нет, подождите. Где капитан? Позовите сюда капитан. Вот сейчас будем разбираться. Да нет, все. Вы только что сказали неуважение к суду. Вы не уважаете меня, как гражданина. Секундочку. Вы не уважаете меня, как гражданина, ограничивая меня в моих правах. Что нет? Зовите сюда капитана. Вот у меня пять свидетелей. Вот на заявление пишите. Вы не уважаете мои права, как гражданина гражданина. Во-первых, в ваших... А зачем вы не уважаете? Перестаньте. Давайте, молодой человек, давайте. А что это происходит? Почему вы говорите нет, а потом через минуту да? Человек хозяин своего слова. Хочет дает, хочет забирает. Все, давайте. Присажите. Куда она убежала? Почему вы не... Она сейчас никакой отказательности. Я не могу понять. Вы мне говорите, что я не уважаю суд. Я вам ничто не говорил. Вы только что сказали... Вы только что сказали... Я сказал человеку, который проходит по административным материалам, что пользуясь своими правами, которые ущемляются сотрудниками вашего отдела, ссылаясь на приказы настоящего начальства. Я сейчас... Это называется неуважительность пользователя своих прав. Я сейчас... Я сейчас говорю. Заместителю начальника седьмого отдела на метропобитене Бородачевого УВП, мужчины, люди, ходатайство повторно. Обращаю ваше внимание, что это ходатайство заявлено повторно в одной инстанции. Для меня первый раз оказывается, что каждый раз, каждые 15 минут, может быть, надо заявлять подобные ходатайства. Сегодня, Ваня, я был приглашен на рассмотрение моего материала по мобильному телефону. То есть, буквально 15 минут назад вы мне позвонили и сообщили, что будет рассмотрение моего материала. В связи с чем я обеспечил явку адвоката Лунько ВВВ, моего защитника Урванова СВ, и прошу в соответствии со статьей 25.5 Кодекса об административных правонарушениях допустить их к производству по моему административному делу. Обращаю ваше внимание, что в соответствии с данной статьей, примечание, Верховный суд разъяснил, что в присутствии лица, в отношении которого производство по делу, оформление соответствующей доверенности не требуется. То есть, это Верховный суд разъяснил, и прошу вас не ущемлять меня в данных правах. Допустить их к производству по моему делу, по административному делу, а также забазнование НС в качестве моего защитника и также свидетеля Арсентьева ВВ, и допустить всех слушателей в случае, если мое рассмотрение не объявлено закрытым. Вручаю его вам, прошу рассмотреть соответствующие со статьей 24 кодекса административных правонарушений незамедлительно. Верховный суд разъяснил, проходим в зал, Муньков, ВВ. Я есть. Проходите, пожалуйста. О, ванна, вон. СВ, я есть. Документ, пожалуйста, ваш. Добро доставить, если что вы это действует. Да, без проблем. Слушатель. И слушатель. Представьтесь. Сафронов Павел Владимирович. Слушателей пригласим отдельно. Отдельно? А у нас же открытые. У нас открытые, но вы же адвокат. Все свидетели и слушатели приглашаются потом. Свидетели потом. Когда вы ознакомитесь. Сейчас у вас ознакомлюсь. А вы свидетель, да? Слушатели сразу. Можно. Ну, там, 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 красивые кубки. Можете только посмотреть. Да, я тут был. Ну, пойдемте, там, уходи, взгляд. Вот и зал. Вот и смотрел. Давайте, вы подождете. Так вот, нам сказали. Нет, я вам говорю. Даже слушатели могут заходить. Нет, так мы у кабинета будем ждать. Нет. Это свидетели, я слышал. Да, мы разрешили. Мы разрешили. Вы как Халиков реально. Все. Так меня вообще пригласили. Меня пригласил. Меня пригласил. Меня пригласил. Подождите здесь. Вы кто? Я, вы начальника отделки, парковник полиции Ломакин. Ломакин? Я просто запишу сразу. Ломакин? 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 Ломакин. Н.А. Н.А. Да. Николай Александрович, вы нас поймите, мы не хотим устраивать балаган, ничего. Мы тихо, спокойно, просто чтобы не бегали. Подождите, вас пригласят. Меня он пригласил. Вас пригласят. Подождите. Так он меня пригласил. Кто он? Ну я не знаю, не представляетесь никто. Спросите. Спросите вот. Он там вас зачитал, прям зачитал. Владимир Викторович, он прям пригласил меня. Кто вас пригласил? Да вы никто не представляетесь, вы тоже не известны для меня. Давайте я вам пальцем ткнул, раз вы не представляете. Так, вы сидите. Вас пока нельзя пускать, пошли следить. А мне вообще хотят? Ну, вы можете возле зала стоять, потому что акцедура такая. Слушайте, вы могут? Заходите. Все. Слушайте, у нас открытое. Мы никого не боимся. Можете нас даже снимать. В общем-то для всех, кто не понимает, что все происходит, это мы вот сейчас ждем рассмотрения административного дела в отношении Юрия Евгеньевича, как привлекаемого лица. А это вот тут был просто полный цирк. Чтобы пронести видеокамеры в отдел полиции, потребовалась помощь адвоката. Вот. Платная, между прочим. Вот так вот. И не дешевая. Да, и не дешевая. Вот. Дискриминация. Вот так. Может быть. Может быть. Может быть. Да. Поэтому мы вынуждены не передать свое оборудование, которое у нас находилось с моей помощью, и оно попало сюда. Слушайте. Сейчас не знаем, что дальше уходит. Тут каждые пять минут. Чудеса в языке. Да. Каждые пять минут меняются тут слова руководства. Тут можно, тут нельзя. Да. Дальше это самое. Ну вот, похоже, начинается. А вы простите. Слушатели свидетельства. Слушатели. 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 У вас в рассмотрении сейчас находится дело? Да. Слушатели свидетельства на машине. Да. Слушатели свидетельства. По существу. Да. Существу. Да. Существу. Данное подлодательство, поясняю, что оно рассмотрено, удовлетворено. Длодательство по свинничку Юрия Евгеньевича, Ваши, да? Оно рассмотрено удовлетворено. Оно рассмотрено, по привлечению к заседанию помощи подлога от наших слушателей. Так что я предупреждаю, на заседании участвуют ли в данный момент свидетели данного происшествия нет? Хорошо. Значит, также обращаю внимание, что в случае вмешательства слушателей в ход рассмотрения заседания, такие лица будут удаляться, привлекаться в соответствии с соответствующей действующей информации. Я готов обратить Ваши внимание, что слушатели, заявлены в ходатайство, проверив паспортные данные у слушателей. С моей стороны он будет заявлен в ходатайство. Здесь также присутствуют два слушателя, у которых, видимо, какие-то перференции, и я их в своем ходатайстве не заявлял. Юрий Евгеньевич, в Вашем ходатайстве слушателей заявок не было, и документы его не проверяли. Это с моей стороны помогите. Ну, просто. А вы, эти люди, эти люди, я не знаю, я в ходатайстве в своем не заявлял. Вот эти мухлицы, я не знаю. И прошу тогда объяснить мне, какие перференции, я знаю, что заседание открытое может являться любой слушателем, однако ко мне какие-то применены особые меры. Вам слушателем никаких нет применения? Я прошу тогда, если мои слушатели, значит, с моей стороны приглашаются в ходатайство, я прошу удалить данные, учителя. Юрий Евгеньевич, Ваш слушатель без ходатайства здесь находится. Давайте, не затягивайте процесс, пожалуйста. Продолжаем. Продолжаем. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok